Добрый день! Не так давно я хвастался, что купил замечательный баллон из-под фреона, который можно использовать для пропана. Вот в чем возникла проблема. Там кран большой, хороший, но там правая резьба на пропановых левая. Соответственно, надо сделать переходничок. Вот переходник можно выточить ценный, там взять кусок бронзы и выточить. Но это не мой метод, потому что надо покупать бронзу, выгоды никакой не будет. Вот поэтому переходник будет сделан из двух частей. Типа гайка, которая навинчивается, обычный сгон сантехнический, на полдюйма, или четверть этого у нас, полдюйма. И, соответственно, из него будет вкручен кусочек вот такой. С одной стороны будет правая резьба, с другой левой. Вот я его отпилил. Сейчас будем нарезать резьбу. Резьба там стандартная, 14 ниток на дюйм, но есть одна проблема. Там немножко больше диаметра. Потом непонятно на газовых баллонах, почему и зачем. Ну, видимо, чтобы не пользовались сантехническими вещами для безопасности. Вот. Интересную вещь недавно обнаружил с шестеренками. В инструкции указаны шестеренки, а у меня таких нет. Оказалось, кое-каких нет, зато почему-то две шестерни на 80, которые тоже вообще не указаны в этом, ну, в таблице для нарисания резьбы. Так, мне надо снять вот эту. Сейчас на 30 стоит. Поставить на 35. Ну, на данном станке это легко всё меняется. Оп. Сняли на 30 и ставим на 35 зубьев. Вот. Оп. Просто очное колечко. И всё маленько. Чтобы вид не проворачивался, мы поперечную подачу включаем, включаем автоподачу. и не даём ей, а подаваться не даём. Всё. Так. Теперь выставляем вначале вот этот, а потом поднимем. Так. Что мне не нравится, что здесь разные ключи. Вот сзади на 10. вот сейчас вот я кручу на 10, а вот здесь спереди на 12. получается, ну, разно так было, если был везде на 12, на 10 он бы и не нужен был. Вот допустим. А, на 14 здесь должно быть 12. Получается, вот был бы нужен всего один ключ. Почему китайцы так сделали? Так. Ага. Сейчас. Где у нас? Чё-то. Чё-то. Забыл, где автоподача включается. Всё, идёт, входит и выходит. Вот. Как я уже говорил, станочек слабый. Поэтому для нарезания резинов я использую вороток. под стул. Напомните зрителям, я думаю, кто подписчики помнит, а кто-то не видел. вот оно. Так. Так. Вот такая вот штуковина. Тройник. Сантехнический кусок трубы. Гайка с конусом. Четыре пропила. Гаечка. Так. Ага. Сейчас он не видно. Вот он. Так вот. Оп. Вставляется. Сюда и натягиваем и фиксируем. Гайка у меня здесь тоже на 10. Поэтому. На 10. Ключика на 10 никуда не денешься. Шайба. Кусок шпильки на 6. Пара шайб на ней. Вот. Ну, если бы не было загнутой трубы, просто взял бы этот... как он называется. Ну, уголок. Их, соответственно, два сгона. Цена копеечная. И. Угу. 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 Ух. так в чем сейчас проблема проблема в том что у нас левая резьба и будет ход идти в другую сторону так как это снять я не знаю ну коротким крючку это все сейчас вот такая вот деталька ну не не сильно чуть не не нравится мне резьбу как режет что он люфтит китайский вот но вроде накручивается вот накручивается сейчас гайка как пример посажу ее на фум ленту герметиком помажу герметик возьму автомобильный чтоб понадежней на вечном обычный сантехнический сгон вот потом он подсохнет возьму пару шайбочек внутрь засуну чтобы торец корана и вот этот торец и они были вот плотно через шайбу но и здесь опять фум лента это и свечу все потом покажу наверное уже с газом надо будет сходить заправить про газ вообще отдельный разговор может сниму отдельное видео вот опять пришел помощник проверить так пауза срочно надо погладить кота ну вот собственно все получилось на удивление а я пытаюсь закрутить сильнее тут вот редуктор накручивается замазал герметиком фум лентой чем кстати это даже интересен здесь кран то есть на обычном баллон вот чуть-чуть повернул и пошел уже газ здесь я повернул кажется баллон пустой то есть вот он надо ну и сильнее поворачивать чтобы открыть это на мой взгляд хорошо ну значит более плотность там значит ну качественный кран и соответственно меньше шансов там есть где-то что-то зацепилась и повернулась вот отвинчивается редуктор вот такой редуктор интересный показать он с регулировкой вывинчивая и завинчивая там пластинку мы но выше ниже там пружинка соответственно сильнее слабее давит и регулируется давление на выходе в каких-то случаях может быть полезно чуть чуть выше сделать давление ну например для горелка для обогревания есть наверное там на нее полезно повыше подать чтобы там больше шло тем не вот такие дела вот друг будто на улицу собрался но особо собрался в раздумьях ничего пойдем гулять нет гулять он не хочет но пойдет скоро вот ну то есть да чуть чуть длиннее чем обычный так все отлично благодарю за внимание всего доброго удачи